Памятник Андрею Рублеву установлен в сквере перед главными воротами Спаса Андроникова монастыря. Памятник был установлен в 1985 году и выполнен он из бронзы. У стен монастыря тоже уже в наше время была построена часовня и освещена она была в 2011 году. Вот это маленькая изящная часовня. Внутри часовни находится флорентийская мозаика Рублевской Святой Троицы. А это главный вход на территорию Спаса Андроникова монастыря и в сам музей. Когда мы входим через ворота, мы сразу видим Спасский собор. Это самое древнее здание на территории монастыря. И именно здесь вот расписывал его Андрей Рублев. Он был монахом в монастыре, жил здесь и расписывал вот эту церковь. И когда в 30-е годы здесь была большая колокольня, ее взорвали, и такая же участь ждала им и Спасский собор. Но ученые увидели здесь фрески Рублева, и собор был оставлен, то есть спас. А это вот церковь Архангела Михаила. Она была заложена в конце 17 века по заказу первой жены Петра I в Дакии Упухиной. И здесь была их родовая высыпальница. А это на территории установлена памятная плита преподобному Андрею Рублеву. Но это не надгробие, так как место захоронения конкретное неизвестно. Ну, где-то вот на территории этого монастыря он был захоронен. Решение о создании музея Андрея Рублева было принято в 1947 году. Но тогда еще не было никаких экспонатов. Началась только реконструкция церкви. А сама коллекция начала формироваться с 1954 года. Причем сами работники музея составляли описи монастырей России, списки пострадавших икон, ездили по всей России и собирали буквально по крупицам все вот эти экспонаты. И первая выставка открылась только в 1960 году на 600-летний юбилей Андрея Рублева. Первые работы были из Кривеческого музея города Владимира. Они были отобраны из тех произведений, которые уже отложили для уничтожения. А вот это наиболее редкое произведение спас нерукотворный XIV века. Также работы были привезены еще из Суздальского монастыря. Ну и по всей России собирали. А это иконостас. Он суздальский. Он дошел до нас почти в полной комплектности. Включает в себя четыре ряда. Поступил в музей в 1954 году. В момент поступления состояние, конечно, его было аварийным. И много лет велись работы по его реставрации. Сейчас мы его можем видеть почти в полном объеме. И хотя музей носит имя Андрея Рублева, но работ самого мастера здесь нет. Коллекция собирается уже более полувека и пополняется с каждым годом. На сегодняшний день она составляет уже около 20 тысяч экспонатов. Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Это единственный государственный музей русского церковного искусства Средневековья и Нового Времени.